Ну что, привет дорогие друзья, появился таки российский след в деле убийства Ирины Фарион, но появился совершенно не так, как ожидалось и как планировалось. Я тут вообще интересную вещь увидел, какая-то группа патриотов, по-моему из Америки, или что, объявили награду за данные об убийце Фарион, 10 тысяч долларов, короче. Потом, спустя время, они добавили 2000 долларов, но переформулировали, что им надо, за российский след в этом деле, в таком плане, что я так еще крайне удивился, ну, во-первых, в сумме, это цена поддержанного Ланоса, как они низко оценили честь и совесть настоящих украинцев, вот, а во-вторых, так получается, они, наверное, узнали все-таки, кто это сделал, и поняли, что лучше искать все-таки тот самый пресловутый российский след, на котором уже заявили. Вы знаете, что уже власть заявила, что они уже нашли. Ну, нашли они не физически нашли, но они четко уже знают, что это сделала Российская Федерация. Для чего? Ну, для того. Для того, чтобы всех поссорить. А Ирина Фарион, мол, всех мирила, наверное, при этом. Но вот организация берет на себя ответственность за это убийство. Организация, тут надо понимать, что я думаю, что все-таки, мое личное мнение, судя по тому, что они написали, там лонгрид, я не вижу смысла здесь это разбирать дословно и так далее. К тому же, какие-то делают рекламы террористическим организациям и вам не советую. Суть не в этом. Суть в том, что по этим лонгридам и по тому, где оно, собственно, вышло, я делаю вывод, что, возможно, это украинские правые, которые этнически, один из них или, может быть, группой являлась из России. Это происходит сплошь и рядом. Вы знаете, самых лучших людей принимает всегда Украина. И поэтому беглые оттуда неонации, они нормально, и оттуда, и из Беларуси, они нормально себя начинают чувствовать в воинских подразделениях, украинских и так далее, даже начинают какие-то смыслы рождать, что рассказывать, как жить надо, так как это самое, и родину любить и все такое. Но при этом это, конечно же, отечественного производства, господа. Почему? Потому что они озвучивают, прямо за что они убили Фарион, за то, что она стравливала своих. Своих имеется в виду русскоязычных украинцев и украиноязычных украинцев. Подтверждение своих слов они опубликовали в видео убийство Фариона. Смотрите, это реальное видео, оно совершенно настоящее. Человек, по всей видимости, сильно волновался, поэтому закрыл, случайно закрыл камеру, но там на последних мгновениях отлично видно и стоянка, которая происходит, а в начале там видно и дом, из которого выходит Фарион. Ну и короче, и на видео есть возглас самой Фарион. Они опубликовали это видео четко, вот как по учебникам. Дело в том, что существуют определенные правила, когда нужно заявлять о проведении той или иной акции. Акция должна типа настояться, все такое. Вот здесь они вот так вот и сделали. И опубликовали это видео. Видео, я еще раз повторяю, у меня сомнений не вызывает никаких. Но кроме того, после этого, и вот это вот меня сильно смутило, они опубликовали еще кое-что. Именно фотографию могилы Фарион, но до того, как туда положили Фарион. То есть эти люди обладают такой степенью холодной отмороженности, что они отправились, как я понимаю, ночью на подготовленную могилу Фарион. Это в то время, когда с ног сбились все службы. Когда сам президент рассказывает о том, что надо вот тут поймать, изловить. Министр внутренних дел вылетает и так далее. Вся прогрессивная общественность, понятное дело. Они в это время отправляются на могилу Фарион и фотографируют ее. Я искал эту фотографию в открытых источниках, где-либо нету нигде этой фотографии. Это они сделали такую фотографию. Причем не сделали на ней акцент, но просто вставили ее в это видео. А вот я акцент делаю. Какая степень, опять-таки, отмороженности у этих людей. Вы знаете, что меня попросту заворожило на видео, где показано, как убийца уходит, приходит и так далее. Его прогулочный шаг. Он не выглядит нервно каким-то напряженным. Он выглядит прогуливающимся. Что ж там в голове интересно. Теперь по поводу самой группы. Эта группа известна убийствами. Это российская группа. Я так понимаю, заявили о себе убийцы как об отдельной организации. Но я так понимаю, что это можно с натяжкой, наверное, назвать ячейкой. Вот этой вот группы. Что это за группа? Она действовала в Российской Федерации и на них десятки трупов. Они убивали людей, это чистые расисты. То есть без примеси какой-то идеологии. Это расисты. Они называют себя расистами. В принципе, мы чистые расисты, там не чистые расисты. И они убивали абсолютно подвернувшихся под руку. Вот там один есть гражданин, он известен своим видео. Не буду называть, как оно называется. Там убийство еврея. И он убил еврея. Это все засняли они. Потом он убегая, они его закопали. Потом он убегая, потерял фотоаппарат, где была эта запись. Не нашли, поэтому вернулись, раскопали могилу. И тогда уже издевались над телом. В 13-м году он был арестован. Следственный комитет Российской Федерации. Не усмотрел в его действиях ничего эдакого, чтобы он получил пожизненное. И поэтому он отправился на принудительное лечение. Внимание. А спустя там сколько-то лет, он опять был взят за тяжкое преступление. Ну вот для понимания. Это та самая группа, которая готовила покушение на Владимира Соловьева. Я так понимаю, что и на Маргариту Симоньян. И по всей видимости, одной из причин того, что они это делают, является этническая принадлежность. Или там национальность. И так далее. Что заявляют убийцы, собственно, Фарион? Они заявляют о том, что правые в Украине пошли не по тому пути. Что я здесь делаю, какое я здесь делаю, все замечаю в этом. Я замечаю серьезную обиду этих людей на Белецкого. Там упомянут и Малюта. То есть говорится о том, что Малюта, на самом деле он там работает на российские и белорусские спецслужбы. Рассказывается, что его привел Белецкий, а был Бабич. Для того, чтобы не углубляться в эту всю историю, у всего есть своя история. У правого сектора есть история. Были организации Трезу, Патриот Украины, все такое. Белецкий пришел из Патриота Украины. И в начале там были немножко другие люди. Там был обнаружен коньяки, это был идеолог. Там был Бабич. И вот Бабич по приходу Малюты, известного в Украине человека, отказывается с ним даже здороваться. Это все описывает убийца Фарион. И в итоге они Бабича убивают и выдают это за то, что он случайно повесился, когда занимался самоудовлетворением. То есть для того, чтобы максимально унизить его. Однороженка в итоге покидает Украину. Он там боится за свою жизнь, что там делают с его братом и так далее. И вот это вот все расписывается. То есть это мне говорит о том, что во-первых, человек варится внутри. Во-вторых, исполнитель это далеко не вся организация, потому что исполнителю там от силы лет 20, наверное. А вот эти все вещи происходили достаточно давно. И вот пишет человек, который в этом варился и серьезно носит эту обиду, знаете. Это чувствуется. То есть я предполагаю, что это человек, который знал эту всю кухню, знает сейчас. Я имею представление, где может находиться заказчик и идеолог всего этого. Что там еще описывается? Что вот, мол, правые в Украине не взяли власть, когда могли описываться Майдан в комплементарном стиле. Что там правые были движущей силой. Но вот после этого они начали удовлетворяться и опять-таки довольствоваться. И опять-таки упоминается Белецкий. Все там какими-то крышеванием какого-то там бизнеса, мелкими там такими бандитскими делами. А на самом деле надо было брать власть. Напоминается там Аваков, упоминается Музычка, за которого не отомстили. Упоминается там всякое другое. О том, что Белецкий вместе с людьми охранял Верховную Раду, когда туда шли разгневанные люди. Для того, чтобы вот эти вот все вещи, они вот больше и больше рассказывают про Белецкого. То есть кто-то недоволен тем, что Белецкий является руководителем вот этого вот. И что он вообще является каким-то там, может даже являться идеологом там какого-то белого движения. А здесь говорят нет. Белое движение в Украине вот плохое. Ну белое имеется ввиду, что белой расы. Оно вот там плохое, некачественное. А вот они сделают качественно. И вот они начинают уничтожать людей, которые по их мнению сеют смуту между своими и тому подобные вещи. Интересно, есть там один пассаж, на который я обратил внимание. И он такой, как вроде бы какой-то пластмассовый, как намеренно сделан. Там написано о том, что они предлагают, после того, как они возьмут власть, конечно же, провести там илюстрацию. И в скобках написано, кроме Буданова и Гурминобороны. Сразу же можно подумать. Ага, то есть вся эта операция, все-все-все это сделано для того, чтобы подставить Буданова. Ну вот, мол, вот так. Но потом я думаю, а кто на это должен обратить внимание? Народные массы, которые ходят с вываленными языками, рассказывают, Кремль, Кремль заказал Фарион, Фарион враг Путина и так далее. Нет, конечно же. Поэтому интересный такой пассаж. Можно тоже по нему всякие делать выводы. Но не однозначные, скажем так. Короче, резюмируя это все, я думаю, что власть Украины все-таки отлично знает, кто это. Я думаю, что незадержание, странное и незадержание, странное поведение силовиков, нетипичное поведение силовиков свидетельствует о том, что они отлично знают, кто это исполнил. И при этом они не могут об этом сказать. Как в свое время была такая же история с Шеремеем, там, да, долго тянули, мялись, потом встречались, там, обговаривали, а можно это сказать или нельзя это сказать, потому что это ударит по основной версии. Ибо они, тем, что они сразу же приписывают к этому Кремль, моментально дают фору вот такого рода террористам, такого рода организациям. Не наказанное зло разрастается, поэтому я полагаю, что, ну, здесь зло, ну, вы понимаете, да, я убираю фигуру Форион, ну, просто говорю, что вот человек там был, мы не смотрим, кто это за человек. Вот, и поэтому я думаю, что тому будет какое-то продолжение, это будет продолжаться, будет, я думаю, что я знаю, каким людям следовало бы напрячься, но предупреждать их не будем, потому что мы не друзья, абсолютно даже, скажем так. Поэтому посмотрим, что там будет продолжаться дальше. Вот такая вот история, взяли на себя ответственность, я думаю, что минимально об этом будет сообщать украинская пресса, потому что это невыгодно. Потому что, ну, потому что вы понимаете, сразу же первыми побежали там ночью еще в журнал Фокус украинский, рассказал, что это очередной фейк российских этих, потому что там машины не соответствуют на видео. Потом они разобрались, что машины соответствуют и замолкли. На самом деле, это, конечно, видео не фейковое, это на самом деле, конечно, убийцы Форионы, на самом деле у людей в голове, ну, такие жесткие достаточно вещи, и то, как они себя ведут отморожено, говорит о том, что на них следовало бы обратить внимание и серьезное внимание. Ну, не в этой Украине, да. Все, господа, всего вам хорошего. Пока.